Вырубился компьютер, к которому было все по цене, все на нем висело. У меня очень классный компьютер, и все отрубилось. Я должен был первый час шоу делать на старом компьютере, который вообще не тянет совсем все это дело. Как бы не получше найти. А потом за перерыв на рекламу я сумел каким-то образом переключиться. В общем, это был дикий какой-то. Так, теперь надо понять. Мне надо понять, где кнопка записи. А, вот. Уже идет запись. Уже идет, да? Да, у тебя написано сверху запись. А, я смотрю, она моргает. Так она сама автоматически включается, что ли, да? Да, ты настроил что? Нет, как настроишь. Там много параметров. Можно и так, и так настроить. Окей, хорошо. Все, у нас нету с тобой никаких ограничений, потому что я ушел из студии. Так что как есть, так есть. Так, ну все. Надо еще будет потом сообразить, как я это все буду редактировать. Все, начинаем. Да. Здравствуйте, люди добрые. Меня зовут Сива Каплан. Мой приятель. Вообще мы друг у друга в гостях. Хозяина нет, на самом деле. Гриша Миргородский, специалист по искусственному интеллекту. Он проживает в Москве на 101-м километре, то есть в тех местах, куда меня должны были сослать, пока я еще был советским гражданином. Но мы затеялись с ним играть в игры, которые будут вечные. Мы будем пытаться время от времени оценивать разные ситуации, не называя ключевых фигур игроков. То есть вы можете, руководствуясь тем, что вам покажется полезным в наших разговорах, применять полученные знания для того, чтобы решать любые проблемы. Потому что, в общем, проблемы в мире достаточно повторяющиеся. Вот сегодняшняя проблема примерно такая. Есть определенный регион, который окружен двумя другими. Страна-1 и страна-2. Этот регион в каком-то далеком прошлом был частью страны-1. Потом случились какие-то обстоятельства, и этот регион стал самостоятельным. Но страна-1 этого не признает, а страна-2 признает. Потому что основное население региона – это жители, похожие на тех, кто живут в стране-2. Гриша, ты не отстаешься. Это все правильно. То есть у нас проблема того, что вот этот регион, он как бы принадлежит стране-1 и стране-2. И стране-2. И там у них периодически возникают конфликты, в том числе вооруженные. Но с появлением наших кибернетических сетей, интернетов и прочих элементов поколения Z, мы сталкиваемся с тем, что война из горячей фазы переходит в кибернетическую. То есть что у нас происходит? У нас есть множество каналов Телеграм, множество каналов Фейсбук, Лив, Интернет. Люди показывают в них одну и ту же картинку друг к другу. Но комментарии разные. Страна-1 говорит, что это значит агрессия. Страна-2 говорит, что мы защищаемся. Страна-1 говорит, что вот мы подбили танки и какие-то другие устройства страны-2. А страна-2, соответственно, говорит, что вот это было вероломное нападение. Что мы видим нового? Какие новые технологии при этом мы здесь находим? Которых не было раньше. Раньше у нас что происходило? Прости, только я хочу уточнить. Говоря о технологиях, ты имеешь ввиду технологии, которые помогают завоевать общественное мнение обитателей региона в первую очередь. Потому что пытаются поделить именно его. Проблема в том, что это сам по себе регион вспыхнул ровно в нужный момент. Не на день позже, не на день раньше. Он в самый выгодный, в самый напряженный момент вспыхнул. Когда у нас все события выгодные для окружающих стран. То есть, этот конфликт из регионального начинает оказывать уже мировое воздействие. Эта спичка зажглась именно в тот момент, когда выгодно. Выгодно другим странам. То есть, этот региональный конфликт используется для эскалации большого геополитического влияния. Вот в чем проблема-то. Это может быть даже не проблема. Это модус операнди, как говорили древние латыняне. То есть, это схема, которая может воспроизводиться в других географических моментах. Потому что, не называя мы нами президент, мы в наших передачах не будем называть именами. Потому что у нас здесь страшная цензура, и нас сразу могут заблокировать. Не называя имен. Например, президент заболевает вместе со своей супругой именно в самый выгодный момент. И конфликт в этом регионе разгорается именно в тот момент, который наиболее выгоден. Раньше было так. Люди использовали гонцов. Потом они стали использовать газеты. А сейчас можно в онлайне видеть, как один там подбивает другой. Или вести репортаж, что вот пострадал дом от обстрела. У нас есть большой опыт ведения подобных конфликтов и их освещения. Это не у нас с тобой, естественно. У нас, как у человечества, имеется в виду. То есть, человеческие СМИ, они на этом деле кормятся. Они показали там ракета, которая где-то взрывается. У нас есть миллион просмотров. Или два миллиона просмотров. А внизу идет реклама. Это выгодно для рекламодателя. Так вот, значит, на этих жареных фактах у нас прорабатываются самые новые технологии воздействия, которых раньше не было. Почему? Потому что раньше мы печатали газету, она выходила на утро или на следующий день, или вечером выходила. И все было довольно-таки замедлено. Сейчас онлайн мы говорим, давайте собирать средства для этой страны. Для страны один собирает средства. Страна два тоже собирает средства. И этот конфликт... Тебя пугает этот звук? Нет, у вас, как я понимаю, на улице что-то едет. Нет, нет, это работает контора глубокого бурения. Да нет, я думаю, это у вас какой-то автомобиль на улице приезжает. У меня, я на высоте 65 этажей над улицей, поэтому автомобиль никак ко мне бы не забрался. Ну, хорошо, хорошо. Будем считать, что это пытается, кто-то пытается, товарищ майор безуспешно пытается записать наш звук, да. Не, на самом деле, это я просто, чтобы избавить напряженность момента, потому что ты вот начал излагать. Я от тебя, кстати, ожидал другого, Гриш. Я думаю, что ты скажешь о том, как технологически с большой скоростью заставить людей думать в том направлении, в каком это желательно большим игрокам. А ты пошел чуть ли не во времена Советского информбюро, что сегодня на Западном фронте танки противника прорвались туда-то, все стоят у столба и слушают. Сейчас вместо столба у нас интернет. Да, но там много матюгальников, там много колокольчиков. И какой колокольчик зовет за собой людей в нужном направлении? Проблема в том, что они используют методички из того периода, когда были газеты и радио. Но в интернете все работает не так, все работает по-другому. Я видел, когда одну и ту же новость подавали под разным соусом в разных интернет-каналах. Причем комментировали на языке страны 1 и на языке страны 2. То есть для разных масс людей подавались одна и та же новость, а один и тот же видеоказер подавался под совершенно разными соусами. Вот в чем была проблема. Я эту проблему еще недавно в большом формате наблюдал и пытался объяснить тем, кто меня способен услышать, что когда президент одной страны большой и мощный, говорит президенту другой страны маленькой, слабой, израненной, нуждающейся в помощи большого брата, он говорит, я тебе помогу, скажем, деньгами, но будь другом, сделай мне одолжение, вот сделай так. А тот ему говорит, он даже не понял, тот президент слабой страны говорит, ну может быть, да, конечно, а что, что я должен сделать? Ну вот ты должен начать расследование по поводу одного чувака, который мне мешает работать в моей стране. Уж будь другом, сделай мне одолжение. И все, кто живут в странах, похожих на страну номер два, в этой новой мизанце, они решили, что когда большой брат говорит, сделай мне одолжение, то это как бы вопрос вежливости, политесса, здесь давления никакого нет. Но я, как живущий в стране один, знаю, что за этими словами сделай мне одолжение, и я тогда тебе сделаю вот это. Это просто завалированная форма давления, ну это чистый шантаж, то есть это рэкет, это у нас это организованная преступность, потому что если не один, а вас двое, то вы уже организованные преступники. Таким образом, страна два с точки зрения закона не видит нарушений никаких, а страна один видит. А кто как хочет, так интерпретирует. Да, ты совершенно прав. Но здесь проблема заключается в том, что есть люди, которые раньше, например, ларьки отжимали на рынке. По какой-то причине эти люди, отжимающие ларьки, стали политиками довольно высокого ранга, скажем так. И они, эти приемы отжимания ларьков, у них не было опыта политической борьбы. Они просто-напросто начинают большую политику переносить. Это мы сейчас возвращаемся к начальной сцене, когда один регион и две страны. Регион это ларек. В этом метафоре. Совершенно верно. Начинается отжимание этого дела. Но отжимание не только танками и пушками ведется, сколько пропагандой. Мы можем, например, снять уничтожение одного и того же танка с десяти разных камер, а потом под разными соусами его показывать разным светом. И у нас будет впечатление, что мы десяток танков уничтожили. Или какой-то самолет, допустим, упал. А мы говорим, мы сбили самолет. Или два самолета, или три самолета. Но при этом во всех странах тут же начинаются манифестации, демонстрации в тот же день. Потому что интернет мгновенно это показывает. Мы имеем очень быструю реакцию и очень быстрое информационное событие, которое затмевает все остальные. Но теперь все с вожделением ждут, будет ли применено оружие повышенной потенциальной опасности, будут ли большие ракеты взорваны или нет. Скажи, пожалуйста, но если ты предложил набросок того, как устроен мир, то, может быть, есть варианты, так сказать, противоборства, но только которые мог бы использовать отдельный маленький человек. Очень просто. Лучший вариант – это быть подписанным на все стороны и смотреть новости со всех сторон. Первая, вторая, третья, четвертая сторона, если они есть. Когда у тебя есть набор, один из тех же картинок, но их по-разному освещают, ты сразу видишь, что это фейк. Потому что, да. Кроме того, важен перевод, потому что когда Трамп говорит слово «паппи», а его переводят как «паппит», то есть разница между щенком и марионеткой огромная, а нас еще и неправильно переводят. Это вызывает просто смех. То есть люди даже с английского не могут нормально перевести. Нет, могут, но не хотят, потому что тогда это помешает провести в жизнь сверхзадачу. Он назвал его щенком, а не марионеткой. Да, но, Гриша, ты же, ты же, у тебя же кандидатская психология, насколько я знаю. Ну, одна из них, да, была. Да, тогда ты должен... Из работы. Ну, так неважно. Ну, есть как бы основные общепонятные вещи, но есть более высокий уровень. И ты понимаешь, что человек так устроен, и интернет нас всех в этом направлении заточил, что он ищет способы удовлетворить центры в голове, которые регистрируют получение удовольствия. И он хочет слышать то, что ему кажется. И вот эта вот подача и переподача любого информационного материала, она в разных анклавах приводит к тому, что эти люди не хотят ходить в разные информационные кормушки. Они будут пастись в одной своей, поэтому ты сказал очень просто, но это просто, скажем, для тебя, это просто для меня, потому что я именно так кормлюсь, свой мозг. А простой, так сказать, человек, которому не нужно решать технологические проблемы типа тебя там с искусственным интеллектом, или меня, у которого разнообразная аудитория, и мне нужно каждому дать что-то покушать, но донести все-таки правду. Простому это не по зубам. Да, давай мы в заключении с тобой простой совет дадим людям, слушать больше разных информационных источников и сравнивать их. И не быть ни на стороне белых, ни на стороне красных. В настоящее время самый лучший вариант – это нейтралитет, потому что он обеспечивает выживаемость и комфортное существование. То есть, как во времена моего детства, в дворе, играем в сыщиков и воров, и потом в каждом следующем коне меняемся, да, но главное, чтобы это было в одну единицу времени, в один день. Да, совершенно верно. И некая защитная социальная шизофрения, когда ты и белый, и красный одновременно. То есть, сказать, политика Шридингера. Кот одновременно и жив, и мертв. Это про Васю. Это про него. Он пока жив. Он прекрасен. Он прекрасен. Гриш, спасибо. Рад тебя видеть, как всегда. Давай, счастливо. Да, всего доброго. До новых встреч. До новых встреч. Да. Субтитры создавал DimaTorzok